Велофара приехала в пакетике, без коробки. В комплекте было устройство для крепления велофары на голову. Также две крепежные резиночки, одна побольше, другая поменьше. Я так понял, одна резиночка для крепления велофары на лобное устройство, а вторая резиночка крепит велофару на руль велосипеда. Ну и собственно сама велофара. Велофара невероятно маленькая и легко помещается у меня в ладони. Вес велофара без других элементов составляет 80 грамм. Пластик крепежа фары выглядит очень дешевским и легко ломается. Крепежные резиночки вроде тянутся и не рвутся. У велофары присутствует разъем для питания. Он подключается к аккумуляторной батарее, которая не поставляется в комплекте. Провод питания длиной приблизительно 57 см. При первичном осмотре велофара сделано чинно и добротно, и никакого китайского рукожопия вроде не наблюдается. Сверху виднеется надпись Solar Storm и еще какие-то каркозябры. Источником света велофара являются два светодиода. Светодиоды выполнены на зеленой подложке и очень похожи на светодиоды Cray XML T6. С тыльной части фары присутствует кнопка и провод питания. Корпус фары, скорее всего, выполнен из алюминия. Сейчас фару буду испытывать, а заодно затестировать такой измерительный прибор. Этот прибор одновременно измеряет напряжение и силу тока. С лицевой части виднеется два электронных циферблата. С тыльной части изготовлено два разъема. Разъем с тоненькими проводами для подключения питания. Разъем с толстыми проводами служит для подключения потребителя. На боковой части присутствует наклейка с характеристиками. Измерение напряжения до 100 Вольт. Измерение силы тока до 10 Ампер. Все бы ничего, да сам прибор внутри корпуса болтается, как говно в проруби. Источником питания сегодня послужит старый блок питания от Нубука. С заявленными характеристиками 19 Вольт 3 Ампера. К выходу блока питания я подключил мини-регулируемый стабилизатор. А к выходу стабилизатора я подключил параллельный цифровой вольтметр. Будьте внимательны при выборе таких вольтметров. Некоторые начинают работать от 2 Вольт, а некоторые начинают работать от 4 Вольт. И вольтметры, которые работают от 4 Вольт, не очень удобны для работы со светодиодами. Которые в большинстве случаев работают в районе 3 Вольт. Я подключил блок питания и на выходе стабилизатора показываю 19 Вольт. А как написано в характеристиках, велофара питается от 8,4 Вольт. Беру отвертку и накручиваю 8,4 Вольта. Подключил к выходу стабилизатор измерительный прибор. И как видно, между вольтметрами есть небольшая погрешность в 0,05 Вольтметра. Но я думаю, это простительно с учетом дешевой стоимости этих приборов. Итак, я подключил фару к измерительному прибору. И даже в выключенном состоянии у фары горят 3 светодиодика. И также видно потребление тока в 0,02 Ампера. Эти 3 светодиодика показывают уровень заряда батареи. Сейчас сымитирую разряд батареи и вручную убавлю напряжение. Вот видим, первый светодиодик гаснет и погас он в районе 7 Вольт. Второй погас у нас в районе 6 Вольт. И последний светодиодик у нас гаснет примерно при 2,5 Вольт. Итак, включил фару и в первом режиме она потребляет 0,36 Ампер. Во втором режиме 0,84 Ампер. И в самом мощном режиме фара потребляет 1,56 Ампер. И получаем, что велофара в самом мощном режиме потребляет всего 13 Ватт. Примерно получается, что в велофаре светодиоды используются всего на 30% от максимальной мощности. А сейчас усложним тестирование велофары. Здесь я приготовил цифровой термометр для следующего обзора. И в данный момент протестируем скорость нагрева фары в самом мощном режиме. Итак, сам датчик температуры я положил под велофару. Цифровой дисплей показывает температуру велофары почти 12 градусов. Включаю велофару в самый мощный режим. И на телефоне включаю секундомер. Свет от фары закрыл бумажкой, чтобы было видно. Температура начинает расти. И прошло у нас около минуты. Итак, товарищи, я заканчиваю тест. Температура уже 45 градусов. 46 градусов ровно за 7 минут. Это очень быстро. Фара очень горячая, рука даже не терпит. Я думаю, еще минут 5, и там бы внутри все поджарилось. Надеюсь, там стоит какой-нибудь ограничитель по температуре. И вырубает максимальную мощность. Хотя навряд ли в этой фаре есть такая функция. То есть всего вероятнее, в самом мощном режиме фара просто перегорит. Значит, как светит велофара. К сожалению, сейчас на улице светло. И затестить я смогу и только в гараже. Яркость света сравним с мини-фарой из прошлого обзора. Напомню, в велофаре два мощных светодиода XML-T6. В этой мини-фаре какой-то маломощный светодиод LG с заявленной мощностью в 2 раза меньше, чем 1 светодиод XML. То есть чисто теоретически, велофара должна светить в 4 раза ярче, чем эта мини-фара. Итак, велофара, мини-фара. Велофара, мини-фара. У велофары более объемный свет, потому что у нее два отражателя. И это, несомненно, плюс. У мини-фары пучок света более сконцентрирован в центре. И у нее более теплый оттенок. Посветим велофарой вдаль. Сейчас мини-фара. Велофара. Мини-фара. Хотя, освещая вдаль, мини-фара ничем не уступает велофаре. Но нужно учитывать тот факт, что велофара очень сильно греется. И руки у меня уже не терпят. И я переключу велофару в более слабый режим. И сейчас мини-фара ничем не уступает по яркости освещения. Как показали испытания, велофару невозможно использовать в самом мощном режиме, потому что она очень сильно греется. А в среднем режиме она ничуть не лучше светит, чем мини-фара с одним и более слабым светодиодом. В среднем режиме велофара потребляет 0,8 Ампера. И это приблизительно 7 Ватт. Практичность двух мощных светодиодов в этой фаре примерно такая же, как если в скутер установить двигатель от Yamaha R1. Будет выглядеть круто? Конечно, круто! Но от Понта абсолютно никакого. Вот так же получается и с этой велофары. Внутри установлены мощные светодиоды, а используются на самом минимальном режиме. Даже если в велофару установить более слабые светодиоды, такие же, как в мини-фаре, то такой маленький корпус все равно не сможет остудить более слабые светодиоды. Сейчас разберу велофару и посмотрим, что там внутри. С лицевой части откручивается алюминиевая пластина в виде очков, в которой круглые стеклышки прижимаются силиконовой прокладочкой. Кстати, не уверен, что такая тонкая алюминиевая пластина способна обеспечить надежную герметичность. Дальше у нас идут два небольших отражателя. Внутри фары виднеется плата со светодиодами. В задней части фары выполнена съемная алюминиевая пластина с целиковой силиконовой прокладочкой. Вот так выглядит полностью разобранная фара. Как мы видим, корпус фары очень маленький и очень тонкий и выполнен в виде двух колодцев. Светодиоды припаяны на нестандартную алюминиевую подложку. Здесь у нас идет драйвер, то есть плата управления. Герметичность провода питания также не вызывает никакого доверия. Пластина со светодиодами внутри корпуса фары никак не крепится. Она лишь слегка прижимается колодцами отражателей. В общем, двоякое впечатление от этой велофары. Вроде и стоит недорого, и светодиоды хорошие. И светит она неплохо в мощном режиме. С другой стороны, в мощном режиме она греется, как сковородка. И весь смысл в этих мощных светодиодах сразу пропадает. Но покупать такую фару или нет, это, конечно, решать вам. В принципе, измерительный прибор очень удобный. Не нужно никаких мультиметров, и он показывает сразу же напряжение и силу тока. Одним словом, годно к использованию.